Привет! Вы на лучшем техническом канале, канале компании «АвтоСтронг-М». Это значит, что прямо сейчас вы получите лучший технический контент. Помните, что 100000 запчастей ждут вас на наших складах в Минске, в Москве и Питере. Обязательно подпишитесь на канал. Итак, встречаем Renault F4P. Двигатель Renault F4P – это бензиновый двигатель объемом 1.8, который появился в 1998 году и был создан на базе F3P, который появился в 1992 году. Двигатели практически одинаковые. У F4P 16-клапанная ГБЦ и гидрокомпенсаторы. У этого двигателя чугунный блок, распределенный впрыск и фазовращатель на впускном распредвале. Этот двигатель устанавливался на Renault Megane и Laguna с 1998 по 2005 год. Как и все двигатели из 1990-х, он просто надежен. По механике никаких проблем нет. Иногда могут досаждать течи масла. Среди знатоков этот двигатель известен как трясун. То есть, потряхивание в его работе – дело привычное. Как правило, никакие меры, то есть ремонт и замены не помогают в решении этой проблемы. Но этот двигатель подтряхивает иногда из-за низкой компрессии. Так что при таких симптомах не лишним будет проверить и ее. Комплексная проблема двигателя F4P – это электропроводка с возрастом и пробегом. Такие проблемы, как перетирание, окисление и обрывы, могут коснуться каждого провода и разъема. Нередко замыкающие провода могут быть причиной странного поведения двигателя. Например, разрушающаяся оплетка проводов датчика, давление гидроусилителя и кратковременное замыкание могут привести к плаванию оборотов, к хаотичному росту при езде накатом, либо же к просто высоким холостым оборотам. Двигатель F4P иногда требует проведения работ по устранению утечек масла. То есть масло здесь течет по сальнику коленвала, сальникам распредвалов, прокладке клапанной крышки, а также по клапану фазовращателя. И, кстати, течи по сальникам распредвалов очень опасны из-за того, что масло попадает на ремень ГРМ. Лямбда зонт на данном моторе отлично диагностируется фирменным сканером. Главное, чтобы диагноз знал и понимал, при каких значениях лямбда в норме, а при каких барахлит. Кстати, значение исправного лямбда зонта должно колебаться от 0,1 вольта до 0,8 вольта. Редко, но на этих моторах встречается второй нижний лямбда зонт. Обычно при неисправном лямбда зонте двигатель потряхивает и наблюдается провал холостых оборотов. Если снять фишку и симптомы исчезнут, то проблема в лямбде. Нестабильные, то есть плавающие обороты или провисание оборотов при полностью отпущенной педали газа может быть из-за загрязнения дроссельной заслонки или пропуска воздуха через уплотнительные резиновые колечки в ней или во впускном коллекторе. На данном двигателе не было дроссельной заслонки, но так как в «АвтоСтронг-М» есть всё, мы нашли дроссельную заслонку, которая подходит на данный мотор. Здесь стоят уплотнительные резинки, которые со временем рассыхаются и начинается подсос воздуха. Мало того, что дроссельная заслонка может нас порадовать загрязнением, но еще может порадовать слабым контактом в ее разъеме. В таком случае двигатель начинает при запуске вибрировать, держит высокие холостые обороты. Чтобы это устранить, надо снять фишку «папу», разобрать ее и поджать контакты пинцетом. Итак, вводная часть закончена, и мы начинаем нашу разборочку. Форсунки мы берем со склада, потому что они у нас есть в наличии, и загрязненные форсунки вносят особый вклад в вибрации двигателя. Это лечится ультразвуком или карп-клинером, но практика показывает, что не всегда это помогает. Еще одной причиной подсоса воздуха могут быть вот эти уплотнительные резинки. Но их можно поменять, а устранит это хороший слесарь. Фазорегулятор здесь абсолютно такой же, как на двухлитровом двигателе F4R. Обычно он выходит из строя из-за некачественного либо неподходящего масла. Когда он выходит из строя, двигатель начинает дизелить, то есть издавать характерный стрекот. Стрекочет именно неисправный фазорегулятор. При его поломке возрастает в расход топлива, а также могут быть проблемы с запуском двигателя. Стрекочущий фазорегулятор надо менять. Раньше он стоил 200 долларов только оригинал, сейчас вдвое дешевле. Но опять же ради экономии некоторые снимали его, разбирали, глушили, ставили резиночки между лопастями. Благодаря этому звук исчезал, но характеристики двигателя падали. То есть возрастал расход топлива и падала мощность. Ремень ГРМ здесь надо менять каждые 60 тысяч километров. Он здесь также приводит помпу. И обратите внимание, что шестерня коленвала без шпонки. Хотя прорезь для шпонки есть и это привет от старого восьмиклапанного собрата. Шпонка не используется ради упрощения установки ремня ГРМ. Шестерня здесь прижимается одним болтом и из-за этого происходит очень большая неприятность. Здесь шестерня проскальзывает и поршни встречаются с клапанами. То есть вот эта шестерня прижимается только вот этим болтом с этим шкивом. Ну так себе конструкция. Клапан возвращателя устанавливается в клапанную крышку и уплотняется сальником, через который может тоже сифонить масло. С клапаном обычно ничего не случается, его надо периодически доставать и чистить. На клапанной крышке находится маслоотделитель и его крышка уплотняется прокладкой. Если вы увидите течи масла, то достаточно просто заменить эту прокладку и не геморроиться с герметиком. Под клапанной крышкой у нас два распредвала, 16 клапанов и гидрокомпенсаторы в их приводе. Полочки у нас в отличном состоянии, а вот все шейки распредвалов пострадали. На них задиры. Видать, было масляное голодание. Отдельного разговора заслуживает вот эта шейка впускного распредвала, которая изнашивается из-за засорившегося клапана фазовращателя либо же из-за сломанного фазовращателя. Но помимо шейки страдает еще и постель. И здесь мы наглядно это видим. То есть при каких-либо проблемах со смазкой страдает в первую очередь вот эта шейка распредвала и вот эта опора. И здесь мы видим самый сильный износ. Вот, кстати, сальники, которые могут течь. И вот, кстати, заглушки, которые тоже могут течь. Прогревших клапанов у нас нет, но вот этот нагар на клапанах и на электродах свечей говорит о том, что со здоровьем этого мотора было не все в порядке. Блок этого двигателя целиком чугунный. Просматривается здесь хон и также просматриваются задиры. Этому мотору не повезло с обслуживанием, потому что фрагменты вот этого герметика мы нашли в маслозаборнике. И по состоянию поршня у нас в ожидаемо плохом состоянии. Задранные юбки, закоксованные маслосъемные кольца, а также задранные шатунные вкладыши. Ну а сейчас обратите внимание, как должны выглядеть хорошо изношенные коренные вкладыши. Парадоксально, но коленвал уцелел. Никаких либо видимых замечаний у нас нет. Сегодня мы разобрали двигатель Renault F4P и рассказали о всех его нюансах. Также мы показали, что может случиться с этим мотором при плохом обслуживании. Если ты хочешь знать о моторах все, обязательно подпишись на наш канал. Покупай у нас только хорошие и качественные запчасти. Подписывайся на наши соцсети, заходи на сайт и помни, что с тобой всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова